Так в чём же особенность молока коров Костромской породы? У него повышенное содержание белка казеина. И такое молоко лучше всего подходит для производства сыра. Появление белого налёта на сыре говорит о том, что в нём образовалась плесень. Но это не та благородная плесень, которую используют при производстве деликатесных сыров. Если белый налёт появился на обычном сыре снаружи, значит споры плесени находятся глубоко внутри и выделяют токсины, которые опасны для печени и почек. Срезание верхнего слоя не поможет сделать сыр безопасным. Единственное безопасное решение в этом случае – выбросить сыр, на котором появился белый налёт. В некоторых исследованиях было показано, что недостаток селена был напрямую связан с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей. И этот риск снижался при восполнении дефицита микроэлементов. Размер глазков на сыре не указывает на его качество. Это распространённый миф. Форма и количество сырных глазков зависят от ферментов, используемых для приготовления продукта, тепловой обработки и технологии. Но не говорит о качестве. Поэтому у разных сортов сыра глазки различаются. А для некоторых видов сыра нормой является и вовсе отсутствие глазков. Признаки склероза спинного мозга, фуникулярного миелоза – это нарушение координации движений, шаткая походка, слабость в конечностях, в основном в нижних, и даже ухудшение зрения. А вызывает это заболевание недостаток витамина В12. Поэтому очень важно не допускать дефицита этого витамина в организме. В голландском сыре его содержится 38% от рекомендуемой суточной нормы потребления в 100 граммах.